Дмитрий Глухов Глава администрации Обнинска заверила, руководство города бизнес поддержит. Мы подумаем, что можно сделать с точки зрения каких-то или тоже каникул, или льгот, и в ближайшее время обязательно это будет озвучено. Реней-188 в действии. В медицинском радиологическом научном центре имени ЦИБа проведена процедура радионуклидного лечения синовита коленного сустава. Воспитанницам Обнинского отделения фитнеса и робики вручили награды за победу в чемпионате и первенстве мира. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всего 315 человек, в числе которых 133 несовершеннолетних. Пассажиров Таганрогского поезда также встречали председатель законодательного собрания Геннадий Новосельцев, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, заместитель главы региона Константин Горобцов, городской главы экологии Дмитрий Денисов, представители структурных подразделений федеральных ведомств и регионального правительства. Обращаясь к коллегам, Владислав Шапша призвал их оказать максимальную помощь приехавшим. Он рекомендовал поговорить с людьми, узнать, какие есть вопросы и трудности, разобраться в проблемах и сделать все, чтобы им стало комфортно. Это первый поезд, который приехал в Калужскую область, но не последний, поэтому все должно быть готово для приема людей, поставил задачу губернатор. На месте была организована работа медицинской службы, представителей силовых ведомств, муниципального транспорта и волонтеров. На территории нашей области уже подготовлены пункты временного размещения для прибывающих граждан. В основном это детские оздоровительные лагеря круглогодичного пребывания, полностью оснащенные всем необходимым. Для транспортировки граждан к местам заселения были выделены автобусы. Их сопровождали сотрудники МЧС, работники учреждений здравоохранения и представители Калужского регионального отделения Российского Красного Креста. Проводится работа по предоставлению прибывшим детям мест в дошкольных и общеобразовательных организациях, а также в спортивных школах. На планерке главы администрации Огнинска, прошедшей в среду, сети-менеджер Татьяна Леонова сделала особый акцент на теме поддержки бизнеса в нынешних непростых экономических условиях. Очень важно, чтобы мы оказали поддержку друг другу. Для этого я регулярно связываюсь с руководителями крупных предприятий, организаций. Те меры поддержки, которые приняты уже на федеральном уровне, это и продление тех налоговых каникул, и выплаты, которые идут детям, и, соответственно, ограничение проверок и всего остального. Мы сейчас тоже думаем о том, как город может более активно помочь. Я думаю, что с городским собранием мы подумаем, что можно сделать с точки зрения каких-то или тоже каникул или льгот. И в ближайшее время обязательно это будет озвучено. Те же строительные контракты и все остальное. Очень важно, чтобы те, кто выиграли эти проекты в рамках реализации нацпроектов, понимали, что нужно продолжать работу, нужно завершать начатые объекты, доводить их до завершения. Ну а в данном случае и город, и регионы, и федеральные органы власти делают все для того, чтобы сохранить бизнес и дать возможность развиваться ему в таких, может быть, сейчас непростых условиях. Недавно с пассажироперевозчиками обсуждалась необходимость повышать стоимость проезда. С 2019-го повышения не было. Начальник управления потребительского рынка транспорта и связи говорит, для перевозчиков ситуация остается непростой, ведь дорожают запчасти топливо. С 15 марта стоимость проезда в маршрутках вырастет до 25 рублей. Мы не можем запретить частным перевозчикам не повышать цену, но я настоятельно прошу руководителя муниципального предприятия, Леонид Александрович, сколько можно держаться и не повышать цену на перевозки для муниципальных маршрутов. Мы понимаем, что время очень тяжелое, я понимаю, что растут цены, но мы должны выдержать какое-то время, да, город понесет дополнительные, соответственно, расходы, но не повышать с 15 марта проезд на тех маршрутах, которые осуществляют наши муниципальные предприятия. Начальник управления потребительского рынка транспорта и связи Анна Еремина также рассказала, как продвигается дело с приобретением автобусов в рамках инфраструктурного кредита, выделяемого на модернизацию общественного транспорта в городе. Планируется закупка транспортных средств, но это мы уже говорили об этом, да, на комплимированном природном газе, но на сегодняшний день объявлен аукцион у нас на закупку 10 транспортных средств на дизельном топливе. Закупка этих транспортных средств на дизельном топливе обусловлена необходимостью обновления существующего уже парка и поддержания его. Для автобусов, которые будут ездить на газе, нужна заправочная станция. Договоренности по строительству с «Газпром» газомоторное топливо есть. Городоначальник подчеркивает, проект модернизации общественного транспорта важен для города. У нас очень много задач и очень много планов в рамках реализации этого проекта. Это не только закупка техники, это ремонт всей инфраструктуры, которая есть в ПТП, это закупка оборудования, это оптимизация маршрутов, о чем очень много просили жители, потому что город растет и возникают новые районы. В четверг в медицинском радиологическом научном центре имени ЦИБА была проведена процедура радионуклидного лечения хронического синовита коленного сустава с применением радиофармпрепарата, содержащего радиоизотоп Реней-188. Изготовлен он в России, в нашем Наукограде. Это первая подобная процедура, выполняемая с радиофармпрепаратом, синтезированным и изготовленным в нашей стране. Реней-188 создан в Обнинске с использованием компактного генератора ГРЕН-1, который разработали в ФИИ. С генератором радиофармпрепарат можно произвести в любой момент на месте. Период полураспада Рене-188 около 17 часов, что хорошо с точки зрения безопасности. При этом высокую эффективность ему обеспечивает мощное бета-излучение, а гамма-излучение дает возможность видеть на гамма-камере. Заболевания суставов распространены, и предлагаемый метод лечения может помочь многим избавиться от боли. Заведующий отделением радиохирургического лечения открытыми радионуклидами Валерий Крылов подчеркивает, не каждый сустав можно и нужно лечить таким способом. Процедура, рассказывает Валерий Крылов, по эффективности сопоставима с операцией, но менее опасна и более проста. Мы предлагаем сейчас метод, который основан на том, что внутрь сустава вводится радиоактивное вещество в форме микроскопических шариков, они очень-очень маленькие, 5-10 микрометров. Они равномерно распределяются по поверхности синовиальной оболочки, захватываются фагоцитами и, соответственно, интегрируются в эту синовиальную оболочку и облучают ее, убивая фактически клетки, ответственные за воспаление. Применяться такое лечение может при любом хроническом синовите суставов и после эндопротезирования сустава, когда происходит воспаление тканей. Пациентка, с которой работали 10 марта, пожилая женщины, многолетние попытки лечения коленного сустава другими способами не дали результатов. Перед введением радиофармпрепарата мы вводим люкокортикостероид и в настоящий момент вводим сам препарат, радиофармпрепарат. Все, процедура закончена. После пациентку перевозят в гаммокамеру. Здесь находится КТ-установка, которая позволяет видеть, как еще дополнительно, помимо нашего гамма-излучения, анатомию, как распределился, соответственно, препарат. Но, помимо этого, еще позволяет нам современное программное обеспечение определить и дозовые нагрузки, которые также будут нами оцениваться, какие пациент получит нагрузки как в области коленного сустава, так и непосредственно на органы мишени. Сканирование и оценка ситуации занимают примерно 15 минут. Результат, который видят врачи, хороший. Распределился препарат равномерно. Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн говорит, что опыт важно тиражировать. Это должно быть, прежде всего, лицензированное учреждение для работы с радионаклеидными. Это должно быть... Таких учреждений много. В регионах сейчас, в всяком случае, расширилось количество таких учреждений. И такие центры вообще строятся. Сейчас в стране их больше. И должны быть специалисты, которые умеют работать. Мы готовы, и все знают, что у нас большое количество специалистов обучается через кафедры, и здесь мы готовы расширить количество обучающихся. Сейчас около 5000 человек по всей России нуждаются в таком лечении. Медики говорят, когда люди узнают про новый метод, число возрастет многократно. Клинические исследования продлятся как минимум до 2023 года. Если все пройдет удачно, метод лечения будет зарегистрирован в Минздраве и начнет применяться массово. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. На прошлой неделе на нашем канале выходил сюжет, посвященный проблемам работников индустриального парка Ворсина. По окончании рабочего дня выехать на трассу М3 Украина проблематично из-за того, что зеленый сигнал светофора на выезд слишком непродолжительный – 23 секунды. Обращение инициативной группы в Автодор результатов не дали. Был направлен официальный запрос и от нашей телекомпании. За время, что горит зеленый, успевает выехать не больше 12 машин, и то обычно последние едва успевают проскочить. Инициативная группа просила увеличить время хотя бы немного. Людям, которые возвращаются с работы, приходится стоять в пробке около часа. Зимой ситуация усугубляется. Фуры с трудом взбираются в горку. Если случится авария, на узкой дороге движение может встать намертво. В официальных ответах Калужского филиала Автодора представителям индустриального парка говорилось, основания для изменения режима работы светофорного объекта в настоящий момент отсутствуют. Мол, светофор работает как положено, а решится проблема, когда состоится наконец реконструкция этого участка шоссе. Сделать зеленый сигнал для выезжающих чуть дольше – значит создать дополнительную нагрузку на основное движение, утверждают в Калужском филиале. В запросе от телекомпании мы попытались выяснить, почему в Автодоре считают нецелесообразным увеличение интервала зеленого сигнала. Проводилась ли оценка загруженности данного участка, на основании каких данных был сделан вывод, что увеличение таймера на выезд в вечерние часы приведет к коллапсу. Хотелось бы узнать, что Автодор может предложить, чтобы помочь минимизировать проблему в данный момент. Официальный ответ госкомпании приводится частично. В 2018-2020 годах проводились работы по мониторингу ситуации на перекрестке и режимам работы светофорного объекта. Эксплуатационной организацией совместно с представителями Управления ГИБДД по Калужской области был введен тестовый режим работы для обеспечения безопасного левоповоротного маневра с 4 апреля по 8 апреля 2019 года. При увеличении фазы поворот налево всего на 5 секунд, заторы по основному направлению автомобильной дороги М3 Украина достигли соседнего перекрестка, поворот на завод Самсунг, в связи с чем по итогам мониторинга тестового режима в целях исключения заторов и затруднения движения по основному ходу М3 Украина восстановлен штатный режим работы светофорного объекта, говорится в официальном ответе. И снова было сказано, что в перспективе планируется реконструкция данного участка трассы. Для обеспечения транспортной доступности индустриального парка Ворсина предусмотрено устройство двухполосных второстепенных проездов слева и справа с последующим доступом на основной ход автомобильной дороги М3 Украина. Для обеспечения возможности разворотов предусмотрено строительство разворотных петель. Сроков в ответе Автодора не указано. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ, Ворсина. 9 марта в администрации Обнинска состоялось награждение участников 19-го городского конкурса стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей вузов. Подробности в следующем репортаже. Проводится это мероприятие в рамках реализации муниципальной программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске. Цель конкурса заключается в том, чтобы привлечь студентов и аспирантов высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов Обнинска, а также молодых преподавателей вузов к научной деятельности по приоритетным направлениям, которые связаны непосредственно с развитием города Обнинска как наукограда России. Это визитная карточка нашего наукограда. И обращаясь вот здесь всем к вам, молодым ребятам, девчонкам, сидящим в зале, я хочу пожелать самое главное, где бы вы ни работали, где бы вы ни занимались наукой дальше, а очень хочется, чтобы это был наш город, гордитесь тем, что вы жили, живете, работаете в Обнинске, в городе первых. Глава администрации города Татьяна Леонова добавила, что все награждаемые выбрали научную стезю не случайно. Это стремление быть лучшими на передовых рубежах обнинской науки. Материальное стимулирование научной деятельности – очень важный фактор, способствующий удержать талантливые кадры на городских предприятиях и в институтах. С одной стороны, вы идете к своей намеченной цели, а для того, чтобы достигнуть, нужно быть лучшим. А с другой стороны, всегда приятно получить бонус, который, может быть, и не ждал. Но он поднимает настроение и, как сказать, делает дорогу вперед более легкой. Но самое главное, я хочу сказать, что для города очень-очень важно, что вы здесь учитесь, что вы здесь работаете, что вы любите Обнинск и связываете с ним свое будущее. Поэтому вам только удачи, идите вперед, ни на чем не останавливайтесь, никогда. Потому что любые вершины можно покорить. В конкурсе участвовал 71 человек. Экспертный совет конкурса отобрал 31 заявку, авторы которых в 2021 году достигли значительных результатов в своей образовательной и научной деятельности. О своем исследовании журналистам рассказала одна из победителей муниципального конкурса стипендий – Дарья Ускалова. У девушки основная специальность – радиобиология. Я изучаю эффекты ионизирующих, раньше я изучала эффекты не ионизирующих излучения на альтернативных тест-системах. То есть это дафнии, планарии, инфузории, то есть низшие гидробионты. Это такие интересные организмы, которые могут нам показать механизмы, свойственные и для высших позвоночных, и отчасти для человека, придерживаясь всех основ биоэтики, и при этом в кратчайшие сроки, то есть исследования первичного скрининга. Работаем, как говорится, на коленке, но это не потому, что нам чего-то не хватает, а цель такая – создать максимально удобную и доступную тест-систему, рассказывает кандидат биологических наук. Отметим, что конкурс позволяет выявлять и материально поощрять студентов и аспирантов, активно участвующих в научной работе. А номинация «Молодые преподаватели» позволяет поддержать и закрепить молодые кадры в сфере высшего образования. Такие конкурсы, они, безусловно, важны. Хотя бы по той простой причине, что студентам, аспирантам, молодым преподавателям, которые учатся и работают в Обнинске, для того, чтобы конкурировать на мировом уровне, необходимо, как минимум, на целую голову, быть выше своих коллег по МГУ, Пистеху, Скалтеху. Поэтому подобные конкурсы, которые стимулируют молодежные инициативы, дают поддержку каким-то, пускай малым, научным, научно-образовательным инициативам, они, безусловно, важны, поскольку помогают людям понимать, что когда они растут, они двигаются в правильном направлении. То, что в этом году был большой конкурс, это говорит, опять-таки, о том, что много ребят занимаются наукой, много ребят очень хорошо учатся и серьезно к этому относятся. Сегодня я сказала, что, конечно, небольшая денежная премия, хотя, если сравнивать со стипендия, очень даже большая и приличная, это приятный бонус, но к тому, что делают ребята каждый день. А для себя они определились, что они хотят хорошо учиться, они хотят пойти работать в науку, а что может быть лучше для Наукограда? Только молодые, ученые, с горящими глазами и с желанием покорять новые вершины. Отобрать финалистов конкурса было непросто, поскольку в числе заявителей были участники программы «Умник», стипендианты премии и правительства Российской Федерации, лауреаты областных премий имени Дашковой и Чижевского, призеры международных олимпиад и даже самый молодой в Калужской области доктор наук. Кристина Забожко, Дмитрий Глухов, Обнинск ТВ. 5 марта в Обнинском доме культуры физико-энергетического института состоялось дефиле исторических и стилизованных костюмов «История моды в вещах». Гостям мероприятия рассказали, как веяние ранних исторических периодов оказывают влияние на современную моду и какие из нарядов прошлых эпох могли бы уместно смотреться и сегодня. Мода всегда была неотъемлемой частью жизни общества, ведь очень важно уметь одеваться красиво и со вкусом. И зачастую современная мода обращается сегодня к истокам, заимствуя от исторических образов какие-либо детали для создания той или иной модели одежды. А в минувшую субботу в Доме культуры Феи состоялся показ исторических и стилизованных костюмов, подготовленных студией исторического танца «Время танцевать». Сегодня мы организовывали дефиле показ исторических костюмов от средневековья до модерна, чтобы показать, как костюм менялся с течением времени и какие детали костюма или отделки перешли в современную одежду и как можно использовать детали костюма исторического в современной одежде. Цель мероприятия – это показать, как изменялась мода с течением времени и какие детали отделки и какие элементы костюма мы можем использовать в повседневной носке. Мероприятие состояло из показа мужских и женских костюмов всех сословий в разные исторические периоды. Средние века, Возрождение, барокко, ампир, романтизм, кринолин, турнюр, ранний и поздний модерн. Ирина Сидорова считает, что важно помнить об истоках моды. Мне кажется, что в целом помнить, откуда что взялось не только по костюму, но и по танцам, по тому, что происходило в мире, это очень важно, чтобы не совершать ошибок, которые были совершены в прошлом с теми же корсетами. Стоит отметить, что в студии исторических танцев костюмы шьются самостоятельно. К сожалению, большинство образов это не реконструкция, а стилизация. Но для наших целей этого пока достаточно. В дальнейшем, я надеюсь, мы перейдем непосредственно к реконструкции платьев исторических, подчеркивает в беседе с журналистами Ирина Сидорова. Цель нашего дефиле показа это привлечение внимания к нашему направлению танцев, именно исторические танцы, а не танцы современные. Потому что, как мне кажется, исторические танцы это не только интересно и полезно для организма, но и позволяет дамам и кавалерам почувствовать себя именно дамами и именно кавалерами. То, что у нас в наше время, к сожалению, теряется. Потому что женщины слишком у нас, как по мне, стараются быть независимыми и теряют эту хрупкость, воздушность и изящество. А мужчины, соответственно, их приобретают, чего мне бы не хотелось. Поэтому кавалер должен быть мужчиной и должен уметь вести себя и свою даму как минимум в танце, максимум и по жизни. Всего было представлено обнинской публике в пятничный вечер 12 нарядов. Кристина Забожка, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. 6 марта на лыжероллерной трассе спортивной школы Олимпийского резерва «Квант» прошла городская гонка «Лыжня Обнинска-2022». В ней приняли участие более 500 человек. Подробности далее. Итак, дан старт нашего сегодняшнего мероприятия. Дистанция 10 километров мужчины просто улетают со старта. 6 марта в морозное солнечное утро на лыжероллерной трассе собрались спортсмены со всей области разных возрастных групп и разного уровня подготовки. Свыше 500 человек вышли на старт традиционного городского соревнования по лыжным гонкам. Мастера спорта России, спортсмены-разрядники, ветераны лыжных гонок и самые маленькие лыжники, воспитанники детских садов, учащиеся образовательных учреждений города, а также любители лыжного спорта, которые пришли на старт целыми семьями. Сегодня самый массовый зимний лыжный старт лыжня Обнинска 2022 года. Дистанция 10 километров 5 у разрядников красной группы, а в 12 принимают старты массовые забеги 3 километра, километр 500 метров. На праздничном мероприятии присутствовали почетные гости. Министр спорта Калужской области Олег Сердюков поучаствовал в гонке, успешно вместе с остальными спортсменами преодолел дистанцию в 3 километра. Также региональный министр вместе с председателем комитета по физической культуре и спорту администрации Обнинска Константином Олуховым принял участие в награждении победителей и призеров красной группы. На финише всех участников ждали грамоты, призы и традиционные шапки с символикой спортивного мероприятия. Кроме того, Обнинской войсковой частью была организована полевая кухня, солдатская каша и горячий чай. Спортсмены школы Олимпийского резерва «Квант» в очередной раз показали высокий уровень подготовки и стали победителями и призерами соревнований. Среди мужчин на дистанции 10 километров первое место занял мастер спорта по лыжным гонкам Иван Лавров. Среди девушек на дистанции 5 километров серебряным призером лыжни стала Дарья Моросеева. Среди юношей на этой же дистанции весь пьедестал почета заняли квантовские лыжники. Погода позволяет продлить лыжный сезон и провести еще не одно спортивное мероприятие для всех желающих. Елена Фильна, Евгений Соколов, Обнинск ТВ. 6 марта в Обнинске в спортивном зале на улице Шацкого прошли чемпионат и первенство Калужской области по фитнес-аэробике. Участие приняли спортсмены из городов Балабаново, Киров, Людиного, Калуга, Обнинск. Данные соревнования являются стартовыми в спортивном сезоне. Здесь у нас проходит отборный чемпионат первенства России, который пройдет в конце апреля в городе Москве. Соответственно, команды, которые войдут в тройку призеров, они будут представлять наш регион на соревнованиях российского уровня. Нижний возрастной порог участников пять лет, самым взрослым больше семнадцати. Всего приняли участие около двухсот человек. Обнинские команды традиционно в лидерах на таких соревнованиях отмечает главный судья. В этом году неплохие результаты и новые красивые программы подготовили и спортсмены из Калуги. И все же. От Наукограда выступили команды почти во всех возрастных категориях, в их числе Глория, неоднократные победители российских и международных соревнований, кандидаты в мастера спорта. Если у них к этому моменту уже выполнен кандидат в мастера спорта, они выступают по новой программе и завоевав определенные места на чемпионатах российского уровня, могут выполнить разряд мастер спорта. Вот, это наша основная задача сейчас. И у наших спортсменок все шансы получить это звание есть, уверены их тренеры. По результатам региональных соревнований, которые прошли на выходных, обнинцы заняли призовые места почти во всех возрастных категориях. Первое и второе места в категории 5-7 лет, первое и третье места в категории третье места среди 11 и 13-летних. В возрастной категории 17+, первое место по стоп-аэробике заняла команда «Глория». В дисциплине аэробика команда «Атомстар». Перед началом мероприятия прошло участвование обнинских команд «Глория» и «Глория Лайт». Они заняли первое и третье место, соответственно, на чемпионате и первенстве мира по фитнес-аэробике. Проходило мероприятие онлайн в июне. Перед тем, как отправить, конечно же, видео, как одобраться на чемпионат мира, мы проделали огромный и сложный путь. Куча тренировок, куча эмоций, которые мы потратили, очень много сил. И все-таки мы очень рады, что мы заняли первое место. На самом деле очень много сил ушло на это. И все оправдывало. Выступление в таком формате для девушек в новинку. Была возможность увидеть самих себя со стороны и посмотреть выступления других команд-участниц. Это хорошо для нас и очень полезно, потому что мы можем также, смотря на них, разобрать, что нам нужно усилить, где какие точки нам поставить, на что дать упор. Все равно переживания были, команды сильные. Ну, мы тоже не промах, но все же переживания есть. На соревнования отправляется запись. Казалось бы, можно было хоть 10 раз подряд перезаписывать. Но спортсменки объясняют, что за один прогон сильно устают, как час бегать в быстром темпе. Номер «Глории», кстати, длится 1 минуту 45 секунд. Не сделать много дублей чисто физически. Как воспитанницы «Кванта» оценивают свои шансы стать мастерами спорта? Уверены, что шансы есть. Будут работать. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Это была программа «Постфактум» на канале Обнинск ТВ. Увидимся с вами на следующей неделе. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова